Девушки отдыхают В последствии пожара в Нижнекамске Мы живем как раз вот над ней на пятом этаже Мы с ней замучились, гадит она в подъездах И что теперь будут делать соседи? А также мошенничество на сумму больше 8 миллионов рублей Мы с ребенком остались на улице и без денег, и без квартиры То есть она нас просто обманула Чем и как ответят за это обвиняемые? Это и не только прямо сейчас Беременная девушка пострадала в результате столкновения автомобиля Део Матис и Дай Хатсу на улице Гвардейская По предварительной версии, автоледи на южнокорейской иномарке, разворачиваясь, не убедилась в безопасности своего маневра И спровоцировала крупное дорожно-транспортное происшествие Так ли это было на самом деле, узнавала Анафиса Минязова Искореженные иномарки на проезжей части от результата аварии на улице Гвардейская Дорогу не поделили автомобили Дай Хатсу и Део Матис Очевидцы рассказали, что в произошедшем, вероятнее всего, виновата автоледи, находившаяся за рулем южнокорейской иномарки По их словам, она ехала по улице Гвардейской со стороны Аметьевской магистрали Говорят, что хотела развернуться по трамвайным рельсам, где такой маневр в принципе разрешен Но убеждаться в его безопасности отметили, она не стала А девушка не пропустила иномарку, едущую прямо В результате сильнейший удар справа в Матис въехал автомобиль Дай Хатсу Предполагаемая виновница комментировать произошедшее не захотела Вы не заметили, получается, или как просто? Без комментарии Вы свою вину признаете? Без комментарии Свою вину автоледи признавать не спешила, однако заметен был ее подавленный вид И не зря Реваль Бурганудинов, водитель автомобиля Дай Хатсу, рассказал, что направлялся со своей супругой домой Говорил, ехал спокойно, ведь его 27-летняя супруга находится на седьмом месяце беременности Но тут прямо перед ним выскочила на дорогу южнокорейская иномарка А мужчина говорит, избежать столкновения не было ни малейшей возможности Также для этого ему не хватило ни времени, ни расстояния Последствия, к сожалению, говорит, не заставили себя долго ждать Она ударилась или что? Ну, ремень уж это перетянула, а живот все равно После удара беременная пассажирка японской иномарки жаловалась на боли в животе И была в шоковом состоянии Ее для дальнейшего осмотра госпитализировали в больницу Написай меня, зовут Константин Пушуев, вызов 112 Грузовик и века тракер и легковушка Hyundai Solaris Столкнулись накануне на круговом движении по улице Петра Витера По предварительной версии автоледи на иномарке догнала многотонника сзади Грузовик на тот момент двигался по крайней правой полосе После удара большой груз вывернул вправо и заехал на поребрик В результате аварии пострадала правая передняя часть Hyundai Картину происшествия восстанавливали сотрудники автоинспекции Им предстоит разобраться, кто прав, а кто виноват Рой диких ос, обнаруженный в техническом помещении На третьем этаже Лениногорского противотуберкулезного диспансера Заставил медиков сильно побеспокоиться за здоровье пациентов О своей находке врачи сообщили по единому номеру вызова экстренных служб 112 Привывшие спасатели увидели в указанном месте осиное гнездо В костюмах химзащиты при помощи подручных средств спасатели сняли его с карниза И вывезли гнездо в лесопосадку Пострадавших нет В авиастроительном районном суде огласили приговор Светлане Нужиной Обвиняемой в совершении серии мошенничеств В деле больше 20 потерпевших Общий ущерб причиненной подсудимой составил порядка 8 миллионов рублей Нафиса Минязова узнала, как, по версии следствия, подозреваемая обманывала своих жертв И удалось ли в суде доказать ее вину Родители мои решили продать квартиру на улице Преживательство, дом 2-3 комнатный Чтобы хватило в лечение и на покупку жилья для нашей семьи Она скрывала свое лицо от камеры и избегала лишнего к себе внимания Тому, чем, по мнению обвинения, женщина зарабатывала на жизнь, популярность только мешает Если бы знала Светлана Тимофеева, одна из пострадавших Истинные мотивы женщины, предложившей ей помощь с выгодной продажей одной квартиры и покупкой другой То обходила бы ее стороной А так передала ей деньги и стала ждать обещанного И спустя полгода скитания по съемным квартирам и в ожидании своей собственной Светлана поняла, что ее обманули и деньги уже не вернуть Просто так получилось, что мы с ребенком остались на улице И без денег, и без квартиры То есть она нас просто обманула Обещав квартиру, ничего не сделала Светлана Тимофеева не одна попалась на удочку подсудимой В уголовном деле 22 пострадавших По материалам дела общий ущерб, нанесенный обвиняемой, составил порядка 8 миллионов рублей Мошенница настоящая Следователи доказали, чтобы завладеть чужим имуществом Женщина открывала комиссионный магазин Принимала на реализацию меховые изделия Вырученные деньги оставляла себе За некоторую сумму обещала восстановить на работе в правоохранительных органах сына знакомой Получив деньги, помогать, уверенность, следователи не собиралась И это далеко не все Она сколько лет, это все без наказа Она с 2004 года Как выяснилось, понимаете Поэтому мы знаем, что деньги мы не получим Но просто вот хочется, чтобы действительно наказать С учетом всех доказательств Суд назначил Светлане нужной 6 лет лишения свободы в колонии общего режима С приговором подсудимая не согласна Нафиса меня зовут Ленаргина Тулин, Игорь Романов, вызов 112 Допросили подсудимого В Приволжском районном суде рассматривают дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере По версии следствия, 31-летний Станислав Макеев летом 2013 года обманул 4 своих знакомых Он убедил их взять кредиты на автомобили, машины отдать ему Сам же обещал отдавать банкам деньги, но обещаний не выполнил Общий ущерб, нанесенный им потерпевшим, составил более 6 миллионов рублей В зале суда подсудимый свою вину не признал и был против присутствия в зале телекамер Три пожарных расчета, полиция, скорая помощь Все экстренные службы съехались сегодня к дому номер 42 на проспекте Сембике в Нижнекамске Сегодня днем там вспыхнула квартира на шестом этаже О причинах пожара и пострадавших Алина Мусина Дым столбом, люди в панике, пожарные карабкаются на шестой этаж Дверь, горящую квартиру никто не открывал Пожарные попали туда только через окно Впрочем, хозяйку нашли быстро Мы с ней замучились Во-первых, от нее тараканы Во-вторых, мы в первое время как бы кормили ее Было жалко Поднялись с ней в квартиру, у нее уже было Подушки сгорели, одеяло сгорели Мы живем как раз вот над ней на пятом этаже Мы с ней замучились, гадит она в подъездах У нас дети ходят маленькие, там играют в садиках, да? Без садика, считай, в садиках, это на каникулы дети Там невозможно, еда, фекалии ее, там мача Хозяйка в момент пожара была дома Из-за чего вспыхнуло пламя, она не сказала Ни ночи вопроса женщина не ответила Хотя и слушала их внимательно То ли не хотела, то ли не смогла А вы дома были? Ну а что загорелось? На балконе что-то или в квартире? В квартире? А вы курили там, может быть? Как установили спасатели, пожар начался в единственной комнате этой квартиры Из-за чего установят пожарные дознаватели Но, как предполагают соседи, вероятнее из-за непотушенной сигареты Ничего другое загореться просто не могло В розетке ничего не включено Газ на кухне не горит, еда не готовилась Вероятно, женщина курила в постели Пожарные с этим мнением солидарны Алина Мусина, Эльвира Софиулина, Рафаэль Ракипов Вызов 112 Обычная молодежная вечеринка на съемной квартире В начале этого года закончилась Тяжелыми телесными повреждениями У одних молодых людей И уголовными делами в отношении других Точку в этом деле не могут поставить до сих пор Хотя одному из нападавших уже вынесли приговор Ленар Генатуллин вник в суть дела Дело было на квартире Где мой сын с друзьями Отмечал Рождество Праздник отмечали на съемной квартире Рассказывает отец одного из пострадавших Один из подростков, всем по 16-17 лет Как рассказал позже его сын В самый разгар веселья Одна из девушек позвонила своему молодому человеку Сообщив, что один из парней к ней пристает Разъяренный после такого сообщения Парень позвал четверых друзей И вместе отправились к празднующим выяснять В чем собственно дело Азат Саликов, сын Тагира, уверял Что стоял в коридоре Одевался, чтобы пойти домой Когда в квартиру ворвалась группа парней И рассказал, что получил удар по голове Металлопластиковой трубой Находившейся в руке у подсудимого За то, что стоял на проходе Налетчики прошли дальше И нашли того, на кого жаловалась девушка Она сама призналась на втором суде Что она придумала эту ситуацию Чтобы обратить на себя больше внимания И второго парня избили вообще ни за что Вообще от него голову сломали трубу Металлопластиковую Нанесли не меньше 10 ударов по голове Оставили в крови Мой сын в этот момент лежал у них под ногами Тоже весь в крови 17-летний организатор этого нападения К тому времени уже дважды был судим Третий раз был приговорен К 6 месяцам лишения свободы За избиение второго пострадавшего На которого и указала девушка Уголовное дело разделили на два По числу нападавших и пострадавших Остальные трое участия в избиении По уверению сторон не принимали Лишать свободы обидчика своего сына Тагир не хочет Говорит, рад будет 4-летнему условному сроку Адвокат же подсудимого Настаивает на прекращении уголовного дела Компенсацию 55 тысяч рублей Говорит защита Его семья выплатила пострадавшему Со слов обвиняемого Никого он бить не собирался Просто решил помочь своему другу Первым зайдя в квартиру Он оттолкнул пострадавшего Который стоял на проходе Тот упал и ударился головой о кафель Обвиняемый естественно свою вину признает Говорит, что сделал это по неосторожности Тем более его родители Уже выплатили моральную компенсацию Но пострадавшего это не устраивает Поэтому заседание перенесли на 25 июля Ленар Генатуллин, Амир Залюшев Вызов 112 Это все о чем мы успели вам рассказать В студии была Альвира Фазлиева До встречи и не бросайте вызов судьбе Вдруг она его примет Редактор субтитров А.Семкин